Посмотрите, с одной стороны, хорошо, когда в отношениях оба партнёра равны, одинаково думают, одинаково воспринимают окружающий мир. Это хорошо, это идеально. Но притягиваются по счёту разные люди. Если мужчина лидер, он ведь хочет, чтобы женщина с ним рядом была, та, которой ему будет подчиняться, он не воспринимает женщину лидера рядом. Да, во-первых, это утверждение было слишком поверхностным. Притягиваются те, кто испытывает друг с другом информационный резонанс, своеобразный. В частном случае это может быть действительно, когда люди действительно одинаковые, но одинаковые быстро наслучивают друг другу. Совершенно неинтересно друг с другом о чём-то общаться, чем-то обмениваться без каких-то внешних источников. Совершенно неинтересно обращаться за каким-то советом, потому что другая сторона такая же беспомощная, как и первая. Вот. Однако, например, для некоторого сотрудничества, скажем так, не такого тесного, как, допустим, семья, это очень хорошее отношение. Вот. Для кооперации, вот, например, программисты объединяются там в какие-то там корпорации, дел и создают действительно очень серьёзные работы, очень полезные вещи. А всё благодаря чему? Благодаря синергии интеллектуальных усилий в одном направлении. Но, с другой стороны, это всё описанное является случаем информационного резонанса. Однако, ключ к гармонии нужен не только информационный резонанс, но и дополнение при условии информационного резонанса. То есть, должны быть совсем другие качества, которые дополняют. Первое. Ни в коем случае. Именно сейчас, именно сейчас момент истины. Так вот. Первое. При условии достижения информационного резонанса, во-первых. А во-вторых, при условии дополнения, когда партнёры своими интеллектуальными способностями способны друг друга поддержать там, где другой не в состоянии другом воздействовать на первого. Именно эти две, два условия действительно являются ключом гармонии. Вот так вот. Вот теперь можно закругляться. Благодарю за интервью.